Я считаю, что это такое домашнее чтение. Итак. 31-го выхожу, догоняет. Я говорю, вот чего? Очередь моя подошла на телевизор. Весной ещё встал. Думал, вдруг комнату дадут. Надеялся ещё к Наябрьским. А они подождать, говорят, надо. Семейным нужнее. Может, ты возьмёшь? Я заплачу, а тогда же постепенно. Куда мне с ним общежитие? Твоя очередь дойдёт, тогда уж я. Сам радуется. И доставить помогу, и провод кину. Нет уж, думаю, не хватало ещё. Старухи так сыркают. Сам она на саночку доставлю. С электриком договорюсь. Сделают за бутылку. Ну, говорят, как знаешь. Или вот так без бутылки. Знаю, думаю, эти ваши. Таки. Поужинали. В кухню прибралась. Бедишка замочила. Тоже на жизнь пора. Сизанночка-то уснула. К столику её подошла. Ну, надо же. Почти всё склеила. Втроём живут. А комнат сколько. И сала у них, и спаленка. И для девочки тоже своя. Ну, где же они работают, чтобы столько давали. Этот не иначе начальник. Сам молодой, когда успел. Такие-то хоромы. Разве директору, либо главному инженеру. Мастеру небось не положено. Мебель лежу не доделана, пока на полу спят. Ничего. Были бы стены. Сызинскую жену вспомнила. Господи, везде не представить. Сама себе хозяйка. И вправду, как в раю. Легла, а сама не спится. Ну, может, скромный вроде, непьющий. А ну, как и прав, Михалыч, замуж позовёт. Не век, чтобы она мучится. Лицо у него представила. Ну, доброе, хорошее. Но не по себе. Ну, ничего, себя уговариваю. Главное, из наших, не городской. Ходи, пойми их. Глаза закрыла, а сердце так и заходится. Мужика опять вижу того с бородой. На стенке у него висел. Душно мне. А ведь сколько ходила, найти его надеялась. Да разве вспомнишь дом-то? В городе дома большие, одинаковые. Не то, что деревни. Одеяло сбросила. И внутри никак не уймётся. На кухню пошла, водой попить. Налила, к столу села. Плёнок холодные. Руки-то горят. Полегчало будто. Сижу, думаю. Материально тоже лучше. Мужики же не в пример бабу зарабатывают. Совсем другие расценки. Вроде сама себя уламываю. Потом-то спохватилась. Сам-то может ни сном, ни духом. Ох, решила. Вот позовёт. Посмотрим. Лежу, а не сплю вроде. Только понять не могу. Будь-то в деревне я за кольцами. А дорогу не помню. Вроде нет дороги. Снег. Всё белым-бело. Назад обернулось следы свои найти. Нету. Ни своих, ни чужих. Облетелось деревню поискать. Может, дымки над крышами. Лежу. Ни крыши дымков. Как же, думаю, я-то сюда пришла. Стоялось, я дерлюсь. Испугаться бы? Да нет, не страшно. Только время какое-то неясное. И снег пока не сыпет. И, видать, далеко. Только сумрачно. Ни утро, ни вечер. Идти. А ноги тяжёлые. Никак не переставляю. Вижу. Дым мог впереди. Вьёт столбиком. С силами собралась, пошла. Ближе подхожу. Узнала место. Это же землянка наша. Такая леса. С войны ещё осталась. Детьми часто от дождя прятались. Блёвна у них прогнившись, скрипят. Как же я догадаю. В землянке поселился. Да огонь жжёт. Кто же, я догадаю. В землянке поселился. Да огонь жжёт. Голову плевнул, заглядывал. А вместо пола земля припитая. Голик старый в углу. На полу костерок разложен. Хозяину костра. Ко мне спину. Полень подкладывает. Руки надо в нём согреть. Голос тусклый, хриплый, вроде простужный. Слышу. Знакомый. А не узнать. Пусть бы, когда я вернулся. Может, из наших, кто из деревенских. Соседских мужиков сколько в войну пропало. Да и раньше перед войной. Намёрзся лесот и голоской сел. Тулуп на нём вроде военного. Только драный очень. Каками. Медведь, что ли, помял. Да вроде не было у нас медведей. Голову поворачивает. Глянула. Дыхнуть не могу. Вот ты медведь этот когтём. Сам-то мне кивает. Ну, говорит, отвечающая, пожаловала. Вольную просить так я охрипеть не держу. Ответить-то ему хочу. Да голоса нету. Пропал, будто немело. Костерок горит, играет язычками. Тени поплёвные, вроде крыльев. Справилась с собой. Дочерь у тебя растёт. А ты вон где, в лесу, партизанишь. Война-то, когда окончилась, пора на белый свет. Голову клонит, не глядит. Что ж ты, жалуюсь, так не объявился ни разу за столько-то лет. Вроде пропал без вести. Убаня шевелит, а голоса не слышу. На руки его гляжу. Себя не помню. Будь ты когтём кривым поворачивается, лицом припасть. Соруду смехается. Догадался. Руки подняла, шагнула навстречу. Рот у него дёрнулся, будто плетью ошкло. И глаза странные, ни живые, ни мёртвые. Платье смеётся, у тебя штабельное надо обновить. Гляжу и впрямь. Новая на мне. Маке по синему полю. Ой, когда ж, думаю, успела гликерия. Вроде только раскроила. Пальцами пуговицы нащупала. Сжимаю горло. Сама оберлась. Что же это будет? В землянке же нет ничего. Ни уксусу, ни аспирину. Отодвинулась. Головой мотаю. А коготь-то в сердце нует. Лишь бы не ушёл. Чего злился, глаза тусклые. Не хочешь, чтобы дочь наша на свет народилась. Да как же, говорю, не хочу. Родилась ведь уже. Эту-то не знаешь, как вырастить. Нет, хмурится. Тот раз не в счёт. Ой, а может, я впрямь думаю. Вдруг и не было ничего, раз я-то здесь, в деревне. Ноги слабые. На нали села. Да ты погоди, говорю. Как же, думаю, не было, если я всё помню. Что ж ты, спрашиваю, дочери свою признать не желаешь. Кровь родную. А скалился чёрт, опять смеётся. Кровь, говорит, в землю ушла. На крови родства не подстроишь. А как же, удивляюсь, иначе. Если девка на тебя похожая. Только ты-то говорил больно, ладно. А она молчит. Раньше, жалуясь, надеялась. А теперь всё. И ты так и маяться ей, не мой. Ты-то уж, говорю, не знаю, где обретаешься. Только узнал бы там. Может, можно помочь. Другие-то дети своих ростят. Телевизоры покупают. Вон какая очередь. От костра жар. Голова дымом плывёт. Сам-то придвинулся. Не бойся, не бойся, лорчит. Помогу. Всё для тебя сделаю, что прикажешь. Тяжко мне. Не встать, не вырваться. Будто медведь навалился. Шерстью подумает. Ни сил нету. Ни воля. Бормочет, бормочет. Вроде просит чего. Крикнуть. Да голос канул. Ближе, ближе. Чую медвежью плоть. Запах сладкий. Острый. Будто гвоздь калёмый. Цепляюсь, цепляюсь. Рву в клочки. Костёр горит. Стонет. Занимается. Жарко. Мне жарко. Крикнула. Как обмерла. Глаза открыла. Темно кругом. Как вроде и нет огня. Только клеит всё. Вспыхнет. Плывёт искрами. Парцевый шарю. Шерсть медвежья. Либкая, мокрая. На одеяло скинула, села. Сердце бьётся. Рубашка кругом завернулась. Не встать. На силу ноги выпростала. Губы сухие и колкие. С полохолодом несёт. Ох, Господи. Что же это было, думаю. И правда. Как в раю. Жена Усытинская вспомнила. Господи. Неужто и она про это. Сейчас выпьем. Можно? А то голоса сухие, слабые, едва проникают. Это тоже есть такой текст в нашем спектакле. Тоже из этой книги. Только в другом фрагменте. Сейчас другая глава. А то другой героиня. Бабушка в ликерии заходит. Хватит клеить. Отвлекись. Ну-ка, пошли со мною. Машинку швейную достанем. Строчить на машинке научишься? Что угодно сошлёшь. И платье, и передничек. Вырастешь. Ох, и годится. В магазинах не больно напокупаешься. Дорого не бось. На столе платье изрезанное. Лоскутки по полу валяются. Вот бабушка объясняет. Я уж оскорила. С полу приняла. На бабушку глянула. Ничего разрешает. Лоскутки, которые маленькие, бери. Их уже в дело не пустишь. А ты соберёшь. На булавку наполешь. Только смотри, из булавка-то. Пальчик не уголоть. Вот, объясняет. Тут у нас шоу боковой. А это спинка. Сначала выпрыгнули с бумаги сделать. Потом уж калить. Вот мы выточки застрочим. И под утюг. Утюжок наш первый помощник. Без него не берись за житьё. Машинка чёрная, лаковая. Узор на ней красный по спинке. Снизу иголка воткнута. Бабушка ручку крутит. Машинка стрекочет. Клюёт. Ну-ну-ну-ну-ну, нитку обрезала. Садись. Сама попробуешь. Чё это? Не хочешь, что ли? Э-э-э, неслух ты какой-то. Вот, говорит, иди к себе. Играй в своё бумажное царство. Обрезки достала, вынула булавку. Маму с кухни взяла, на листок положила, обвела, будто выкройка. Подул широкий колокольчиком на плечах квадратики бумажные, чтобы платье не упало. Вырезала. Теперь по лоскуткам надо. Рисовать стала, а карандаш за маке цепляется. Ёжица, ёжица, будто ветер на них дует. Догадалась. Приклеить жена-то, а потом вырезать. Мама красивая, платье с маками радуется, сладким клеем пахнет. Побежала в кухню показать. Ой, ишь ты, бабушка и такие восхищаются. Прямо мастерская у неё. Вот и я вот с кутков-то найду, всех своих предоведишь. И девочку, и дядьку этого. Опять всё перепутали. Он же отец. Он мастерица. Бабушка в кельке не сердится, на палец плюёт. Утюг шипит, злится. А я-то приступила едва. А на грязь и закончила. Всё у неё готово. Ну, беги, да лежай. Ретила. Кубань шилю. Ну, пусть не слышно. Они же у меня мёртвые. Всё, не пусть слышно. Жили бы отец с матерью. И не было у них бабушек. А была только девочка маленькая. Да что в зеркале? Другая. Жили они хорошо и счастливо. Мать с отцом. Снимаются, причешутся и на работу идут. А девочки наказывают. Говорят, Лоскутков, подбери. Платье фразное сделай, чтобы всех как следует наведить. Вот они с работы возвращаются. А у неё же всё готово. И костюмчики, и пальто, и платья. Прихожий шум какой-то. Выглянула. А бабушка их такие маши. Сиди, сиди. Нечего тебе выглядывать. Телевизор привезли. Наладят. Включим. Тогда уж. Коробка большущая. Сто комнат в ней под ним поместится. Мама с дядькой чужим тащили. Схватили с двух сторон. Мама пальцем во рту сосёт. Ну, дядька чужой спрашивает, куда его нести. А туда он рукой показывает. Значит, бабушки и такие. А вот они домой придут, переоденутся и кушат, садятся. Стол небольшой. Там на столе. Там на том свете. Стоит посреди комнаты. А на столе тарелки, блюдца всякие. Суп в кастрюльке. Сковородка с картошкой. Готовить совсем не надо. Всё бумажное у них. Вырезанное. Кушай сколько хочешь. Ой, спохватилась. Суп-то они не кушают. Зачем вам суп? У них конфеты шоколадные в красной коробке. А коробка не простая, а волшебная. Берёшь из неё, кушаешь. А всё равно полным-полно. Вот пообедают они. Чаю напьются и идут. Только руки забудут помыть. А на улице фея злая дождается. Караулит. Как увидит руки их шоколадные. Зазлится, клюкой в землю тычет. Извести грозит. Ча шипит конфетами вкус. И вы с нами угощаетесь, когда другие суп едят. Вот я заколдую. Заплакал отец. Заплакала мать. А девочка их утешает. Не плачьте, отец-матерь. Ничего она вам не сделает. Только наколитесь булавкой и уснёте на сто лет. А потом проснётесь, а глянитесь. А злой колдонии нету. И никто про них не помнит. Будто и не был совсем. Только комнатки ваши целые, никуда не делись. И девочка ваша сидит, дожидается. Снова всё, всех заживёте. Улавку взяла, руки наколола. Кроватка у них широкая, обоих нажила. Вот они лежат. Глаза не закрывают. Видно, не хотят спать. Прихожие ходят, разговаривают. Слов не разобрать. Только Ман весёлая. Дверь раскрыла, зовёт. Плати, чего покажу. Такого ты ещё это не видывала. Пробежала, гляжу. Домик. Впереди окошко стеклянное. Ну, Ман говорит, гляди. Кнопку нажала, ждёт. Окошко тёмное. Вдруг огонёк вспыхнул, будто иска. Шире, шире. А из домика музыка. Как же это? Лебеди редком стоят, крыльями взмойивают. О, жил, нояля одна руками сплеснула, приложила к груди. О, это же лебедивное озеро. Балет. О, платья у них перестыли. А на головках уборы. Стоят, шевелится целая стая. А впереди лебедь белая. Бьётся, бьётся. Сейчас взлетит. Поздно мама шепчет. Может, сперва поужина и макрит стол. И снова ещё посмотрим. Пусть уж бабушка Грекерия заступается. До конца посидит. Ведь ей губят, как победили. Будто чудо увидела. Теперь не оторвёшь. Ну, пусть, мама Грекерия. Я в первый раз тоже баба обомлела. У нас в общежитии стояло. Слинца ещё такой толстая. Через неё плохо видно. А так-то лучше. Что же это они, Грекерия, глаз не отводят. Балет всё больше показывают. Да нет, отвечают, разные. Вечером новости. Комендарь же всё включала. Ну, придёшь, когда послушаешь. Только скучно, больно. Сидят, читают по переметке. Концерт ещё случается. Бывало, поёт хорошо. Музыка дрожит, движется. В голове сладко. Хм, женщина нарядная является. Мы передавали сцену из балета Петра Ильича Чайковского «Репетивное озеро». Ну, мам, встал. Картошка, небось, развалилась. Кончилась передача. На кнопку нажала. Ёжица, ёжица. Искорка одна. Хм, чемно в окошке. Вон она. Кнопка. Нажать. Опять вспыхнет. Хм, рука тёрнула. Боясь на. На цыпочки встала. Зажмурила глаза. И снова будто музыку слышу. Как же хорошо у них. Умрут и превращаются. Кто глубоком, А кто ребятей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ